У нас есть небольшая революция, поэтому я говорю очень быстро, но я не могу это использовать в английском, поэтому, если вы не понимаете, я буду говорить в русском. В конце 2002 года в совокупности реакторных экспериментов с солнечными нейтринами и атмосферными было доказано, что нейтрин осциллирует. Это, в свою очередь, означало, что нейтрин имеет массу и частично рептонный флэр нарушается. В то же самое время начинается мониторинг нашей галактики сетями длинных телескопов с целью наблюдения за взрывами сверхновых звезд. Нейтрино находит кадр своего применения и в прикладных исследованиях. С помощью антинейтринных детекторов проводится наблюдение за работой атомной электростанции в режиме онлайн. Более того, появляется новая наука, такая как геотомография. То есть нейтрино облучается в недрах Земли, на другой стороне стоит нейтрино-детектор и мы видим, что там происходит внутри. Вот. Значит, все это можно увидеть вот в этой книжке в качестве обзора. То есть физика нейтрино выходит на передний план, вот. Но несмотря на это, значит, в физике нейтрино имеется ряд нерешенных проблем. Первая проблема – это малость нейтринной массы. Легкая нейтрино имеет массу типа 10-6 от массы электрона. Вот. Нету объяснения малости нейтринной массы. Не установлена какая природа нейтрино, героковская или майорановская. И также нет никаких у нас экспериментальных сведений о гипольном магнитном аминке нейтрино. Вот. Проблема в области нейтрино снимается в моделях, которые обладают так называемым СИСОР-механизмом. Самый простой случай для СИСОР-механизма эта масса метрона умножается на массу тяжелого нейтрино. И это равняется массе заряженного гиптона. Но это простой случай – однофлейрованное приближение. На самом деле связь гораздо сложнее. Введение тяжелых нейтрино помогает решить также некоторые космологические проблемы. С помощью тяжелых нейтрино мы можем объяснить наблюдаемую бальонную асимметрию Вселенной. Также нейтрино является кандидатом на гиппинтереттик мессив патика, который входит в состав холодной темной материи. Интерес к эльтрамогитным свойствам нейтрино, прежде всего, обусловлен тем, что имеется вовсе много космологических объектов, чьи магнитные поля достигают превышающих статическое значение. Есть 13-е гаосса. Также есть такие объекты, как магнитары, чьи магнитные поля уже достаточно велики. Но мы знаем, что излучение нейтрино определяет динамику суперновой рощала до своего конца. Также поведение нейтрино объясняет гигантскую скорость пульсаров. Стандартные модели нейтрино являются безмассовой частицей, поэтому никакие осцилляции там не наблюдаются. И мы вынуждены каким-то образом реконструировать косметически стандартную модель. Обычно это достигается введением тяжелого правостороннего землета. Однако по-прежнему даже в глимально расширенной стандартной модели отсутствует объяснение малости нейтриной массы. Дипольный магнитный момент, предсказанный в стандартной модели, настолько мал, что не представляет никакого физического интереса. Также отсутствуют, как мы знаем, в стандартной модели удовлетворительное объяснение барионной симметрии. Нет также в стандартной модели никаких кандидатов на библи, на библи, на слабо взаимодействующие массивные частицы. Цель нашей работы – это исследовать электронагнитное свойство нейтрино в рамках лево-право-симметричной модели. Впервые эта модель была предложена в работах Патти и Салана. Зачем появилось несколько версий этих моделей, которые встречались друг от друга, до ориентации эти два R-генератора в другом пространстве. И, наконец, вот в этой работе... Значит... Белый. Вот это. Да. Да. В этой работе были объединены все модели лево-правой модели и была предпринута непрерывная лево-право-симметричная модель. Имеется несколько способов определения лево-правой симметрии. Один способ основан на том, что лево-правая симметрия реализуется через обобщенную чертность, а другой выбор, что она реализуется через обобщенное зарядное сопряжение. В первом случае находятся пределы на массу дополнительного заряженного калибровочного бозона, который появляется в этой модели. Масса должна быть больше 2,5 ТВ. И если у авто в втором случае, масса дополнительного заряженного бозона должна превышать 4 ТВ. Я напомню, что в лево-правой модели имеется также жесткое соотношение между массой дополнительного нейтрального бозона ЛЗ2 и массой этого W2. То есть массы этих дополнительных бозонов лево-правой модели очень велики за пределами возможностей LHC. Вот. Такие дела. Значит, я хочу напомнить некоторые основные свойства лево-правой симметричной модели. Значит, мы имеем здесь кварковые электронные дублеты, левосторонние и правосторонние. Значит, обратите внимание, что появляется тяжелая нейтрина в каждом поколении. Вот. Ну, традиционный выбор сектора фикса лево-правой модели – это один бедуплет и два триплета. Вот. При таком выборе нейтрина, фикского сектора, нейтрина является байрановской чистенькой. Спонтанное нарушение симметрии по цепочке реализуется при следующем выборе вакуумных ожиданий. Причем эксперимент требует, чтобы дополнялось вот такое соотношение. Потенциал Хикса играет центральную роль в этой теории. И поскольку вы видите там H3 у нас мультиплетов в чистом секторе, то потенциал имеет очень большую громоздкую форму. И если бы я его выписал, то он занимал бы всю страницу. Наиболее общий потенциал был предложен в работах диспанда. Вот. И других. И, значит, мы с вами, мы в нашей работе используем этот потенциал. После спонтанного нарушения симметрии теории обладают 14 бозонами Хикса. Из них мы имеем 4 двукратно заряженных бозона Хикса, 4 однократно заряженных бозона Хикса, 4 нейтральных бозона, причем S1 это аналог бозона стандартной модели, и 2 псевдо-нейтральных бозона. Детальное обсуждение сектора Хикса в этой модели сделано в этой работе. Предметом нашего интереса будут однократные бозоны Фикса. Однократно заряженные бозоны Фикса. Х и дельта стильдой. Вот. Их массы определяются вот этими вот формулами. где наши альфа, бета, К0, вот данные эти величины, и все это, бета-1, бета-2 и так далее, это все параметры, которые входят в потенциал Фикса. Вот. В зависимости от потенциала, от этих констант, в данной работе возможно 4 сценария. Первый сценарий, когда массы обеих однократно заряженных бозонов находятся на непростовую шкале. Этот сценарий реализуется, когда вот наши константы имеют вот такой вид. Однако при этом мы должны помнить, что у нас еще имеется еще один бозон Фикса, S2, который имеет в своей массе, в определении массы, также параметр лямбр. И Владимир Жан, который описывает взаимодействие вот этого S2 бозона с квартами, он имеет вот такое сладание. Где СЭТ-0 это угол смешивания между обычным бозоном стандартной модели S1 и S2 бозоном. Этот угол очень немалый. Вот поэтому вклад вот этого сладаемого в процессы с нарушением лептонного флеймера малый, а этот бозон дает вклад очень большой. И, значит, для того, чтобы экспериментально все это объяснить, надо потребовать, чтобы масса этого S2 бозона должна была бы больше 10 теней. Это говорит на том, что сценарий, когда оба этих бозона лежат на первом раше на электрославой шкале, он исключен. Другой сценарий, когда только H1 бозон лежит на электрославой шкале, при таком выборе параметров, для его массы, мы имеем по-прежнему тяжелый S2 бозон. То есть никакие противоречия с экспериментом не уступает. И третий сценарий, когда дельта бозон находится на электрославной шкале H-бозон в ТВ области. И четвертый сценарий, когда оба бозона лежат за пределами электрославной шкале, он не нашего интереса. Ну, это лабержаны, которые, значит, нам будут необходимы. Лабержаны, описывающие взаимодействия наших бозонов Хикса, с электронными и квартными. Вот, значит, все эти величины, которые определяют значит, наш бозонжан. Вот. Что можно еще сказать? Что, значит, вот связь между флеверным базисом и массовым базисом. Шесть нейтрино, да? Матрица смешивания имеет достаточно сложный вид. Вот. Это углы смешивания определены. Вот. Идем дальше тогда. Ну, это все определение массы смешивания. Дальше. Чем хороша левоправосимметричная модель? Вообще, чем хороши все модели со спонтанным нарушением симметрии? И там все зарядано друг на друга. Значит, здесь у нас имеется связь между потенциалом, между параметрами сектора Хикса и параметрами нейтринного сектора. Вот эта связь. Одна. Эта связь нам поможет находить константы взаимодействия бозонов Хикса с кладками нейтронами. Напоминаю, что ВР парамет это вакуумное ожидание. Значит, она эта причина определяется через массы наших бозонов дубль В2 и дубль В3. При существующих ограничениях на параметры этой теории она имеет порядок ВР порядка 6 или 7 тимб. Нейтрина, разумеется, нейтральная частица и возникновение ее аномальных магнитных моментов вызвано ее взаимодействием с вакуумом. А структура вакуума определяет теория, то есть определяет загруза. Здесь описываются форм-факторы нейтрина, герковского нейтрина, которые получаются из самых общих требований. Это вот магнитный момент, это электрический момент, это у нас предпределенный герковский форм-фактор, а это напольный момент. Что касается маэраноского нейтрина, а именно оно, представляете, раз интересно, что мы работаем в лево-право модели, то для маэраноского нейтрина диагональные элементы всех форм-факторов за отличием напольного обращаются в ноль. А если мы интересуемся недиагональными элементами форм-факторов, то это зависит от того, что происходит с сопрочетностью в теории. Если сопрочетность не нарушается, то все четыре форм-фактора недиагональные элементы отличны от нуля. То, что нам надо. Идем дальше. На сегодняшний день мы имеем информацию только лишь о типовом из магнитных элементов легкого нейтрина. Типовая нейтрина до сих пор не открыта, поэтому никаких ограничений нет. Все эти ограничения наиболее точно получаются в ясторных экспериментах. Это наблюдается растение нейтрина или анти-нейтрина на электронных смешениях. Причем эти эксперименты чем плохи? Они должны проводиться. сечение, рассеяние с ростом энергии уменьшаются. И поэтому эти процессы измерения завершаются по низким энергиям. И вот на сегодняшний день мы из этих ясторных экспериментов имеем ограничение на это самое гемогнитный момент это магнитон-бон. Вот. Суперкомикантный эксперимент даже дает свой предел, как мы видим, типа 10 минут десятых. И более сильный эксперимент дает еще более точные ограничения на магнитный момент нейтрина. А для параллельского нейтрина мы имеем вот такие ограничения. Вот. В стандартной модели нарисованы диаграммы в третьем порядке, которые дают вклад в аномальный магнитный момент нейтрина. Значит, мы видим, эти вклады вызваны заряженными кальбрующими абазонами. И вот это показывает, что эти вещеиномагнитные моменты чрезвычайно малы. То есть, на 5 вот этих предсказаний эксперимента. Если на 19, они диагональные, того меньше. Вот. Идем дальше. Вклады в магнитный момент нейтрина, которая редусированная, индуцированными кальбрующими абазонами в левоправом модели были получены в работе тигма. Если мы используем их формулы, поставим эти вот значения, все это окол смешиваем в секторе заряженных кальбрующих абазонов, это магнитный очень окол, то получаем вот такие значения магнитных моментов. При этом магнитный момент, связанный с легким нейтрина, он как бы малый, так и остается. А вот эти моменты, они уже оказываются гораздо больше. Вот. Ну, мы поставили такую задачу, значит, вычислить вклады в геформные магнитные моменты от однократно заряженных багдонов ситса. Значит, результаты были получены вот в этой работе, и, значит, вот мы, например, приводим формулы, смотрим, что по-прежнему магнитный момент гидрина легкого, да, пропорционален его массе, то есть, оказывается, опять-таки, безнадежно малым. что касается магнитного момента, нейтрина неуэнтэ, то есть, он в начальном состоянии имеется легкая нейтрина, а в конечном тяжелая нейтрина. Вот его формула, мы ее записали. Обратите внимание, как много параметров входит в эти самые полученные формулы. Это массы базонов, массы этих самых заряженных лептонов, в общем-то, и обратите внимание, вот на это слагаемое логарифмом, масса лёгкого нейтрина в квадрате делит на массу тяжелого. Если масса тяжелого порядка 100 гигалитрона вольт, мы именно вот такие преподавления делаем, а масса лёгкого нейтрина в квадрате, то этот логарифм дает хорошую поправочку. Вот. Ну, когда мы начинаем оценивать, получать нижние границы на все эти величины, делать какие-то предположения о массах однократно заряженных бадонах ХИПСа. Как правило, обнижения, которые получаются в эксперименте, зависят от модели. И самый лучший предел был получен в экспериментах лепт, который не основан ни на какой модели, и он имеет границу порядка 80 гигалиттона вольт. Мы этой границей и пользуемся. Знаем. Так, чуть позже будет показано, что в секторе тяжелых нейтрина возможно только два сценария. Первый сценарий, когда массы тяжелых нейтрина квази-вырождены, и углы смешивания между легкими тяжелыми нейтрина в каждом поколении одни и те же. И второй сценарий, когда массы тяжелых нейтрина произвольны, и смешивания в секторе легких тяжелых нейтрина отсутствуют. гиганты, и мы начинаем изучать эти сценарии, и при этом у нас есть две возможности для осетки константы взаимодействия обозона с фриктонами. Вот в этой работе мы нашли, изучая обратный прямой табораспад, нашли его следующее ограничение на параметры, которые определяют действия нейтрина с фриктона. Идем дальше. Вот. И мы начинаем анализировать. Сначала мы рассматриваем ситуацию, когда масса тяжелых нейтрина праздник и графинная. Поставляем значение вот тех параметров, о которых я говорил, которые противоречиваются никакому эксперименту, и получаем, что значит магнитный момент, связанный с легким нейтрина, как был малый, как и остался. А вот эти моменты, это тоже маленький, а вот переходной момент, значит, он достаточно большой. И, как мы тоже увидим, это уже будет иметься свои, это самое, причины для остановки экспериментов с полной ружью и чехолозлитрина. А в случае, когда нет никаких рождений, то, значит, наши моменты оказываются еще более большими. Вот. Переходной момент, связывающий тяжелую нейтрина и берет 10-10 магнитона бора. При этом мы предполагали, что начальная нейтрина и конечная нейтрина тяжелая имеют разность масс порядка 300 гигантин на год. А вот этот момент, вообще очень большой, 10-8, по меркам, не кормиру, это ужасно много. Вот. Но я подчеркиваю, что все это в положении, если масса тяжелого нейтрина лежит на столе типа 100 гигантин на вольт. Как только мы массу начинаем двигать вперед, типа там 200 или там 300 гигантин на вольт, то начинает магнитный момент это перетар очень быстро падает. Вот. Теперь мы можем перейти, значит, в группу оценки вкладов, которые идут от ажбазона. Опять-таки, рассматриваем два случая, отсутствие вырождения, присутствие вырождения и имеем следующие результаты. А как-таки по-прежнему у нас очень велик вот этот момент. Вот. И как мы увидим дальше, именно это позволит нам хоть как-то надеяться на наблюдение тяжелого нейтрина на LHC или там других экстрементов. Вот. Ну, теперь мы обратимся к терминологии. Значит, что и как можно измерять? Естественно, первый случай, к которому мы просто обязаны обратиться. Это ассилиционные эксперименты. Мы уже знаем, что в наших исторических электронных, адронных вводятся эти самые частицы из пучка, направляются на мишени, в янтерные мишени. В процессе столкновения рождаются камезоны, генезоны, потом они распродаются на аммионы, нейтринные аммионы. Мы пропускаем эти самые эти пучки через поглотитель и уже из поглотителя выходят чистые нейтринные пучки. Ну, правда, энергия в этом нейтринном пучке меняется однородно от нуля до некого максимального значения, но у нас есть способ, когда мы можем, есть такой оф, внепречка способ, называется, и мы можем выделить, в общем-то, грубо говоря, нейтринный пучок, где энергия достаточно однородная, слабо меняемся. И так мы приготовили пучок легких нейтрина и запустили его. Он идет через материю, заградействует нейтрина, частицы ее материи с электронами, протонами, нейтронами, и для того, чтобы наблюдать наш магнитный момент, мы, естественно, включаем магнитное поле. Это традиционная такая техника. Ищем мы резонансы, какие могут быть при прохождении этого пучка. Самый первый резонанс, который нас интересует, это тогда, я работаю в двухполерном приближении. У меня электронная, нейтринная, нейронная нейтринная. Вот. Самый интересующий нас резонанс, это тогда электронная нейтринная переходит в неонная нейтринная. Это так называемый Михеема-Смирнова-Вольфенстайна резонанс. Вот. Мы записываем, как находится этот резонанс. Дерутся гигантальные элементы гранитониана и приравниваются друг к другу. И мы получаем условия для этого резонанса. Вот это условие для Михеема-Смирнова-Вольфенстайна резонанс. Этот резонанс великолепно идущий в экспериментах с реакторными нейтрина и солнечной нейтрина. И сомневаться в его отсутствии нам не приходится. Поэтому мы должны, и он великолепно объясняется в рамках стандартной модели. Значит, что это? Значит, мы должны посмотреть, какие ограничения на наши параметры налагает это требование в совпадении со стандартной моделью. Вот, выясняется, что вот это слагаемое должно обратиться в ноль, и это должно обратиться или быть бесконечно мало. Ну, чтобы это слагаемое обратить в ноль, мы должны что потребовать, чтобы углы смешивания с белосим и тяжелым нейтрино, электронных и неонных были равно друг другу. Оно уходит. Вот, а это слагаемое, смотрите, оно вот здесь, это масса нейтрино, тяжелых нейтрино, и оно будет бесконечно мало, когда масса нейтрино отвозит и ружины. Поэтому мы видим, что те сценарии, о которых я говорил, действительно реализуются, и это нужно понять, исследуя ретонанс Михеева-Смирнова вольфинстайле. Вот. Ну, если это объяснение, значит, идем дальше. Да, но наша идея была такая. Мы думали, что запустив кучок легких нейтрино, мы за счет осцилляционных переходов получим переход, получим в пучке тяжелая нейтрино. Вот переход, когда переход, значит, когда электронная нейтрино переходит в тяжелое нейтрино электронное, он реализуется в этих условиях. Фис-точка это октангенс БХ БУ. Индукция магнитного поля, которая на пути движения нейтрино помещена. И мы видим, что это условие ни при каких значениях параметра теории не выполняется. То есть, этот резонанс запрещен. Аналогично, когда электронная нейтрино легкая переходит в леонное тяжелое нейтрино, вот условие этого резонанса, он тоже никаких из рассмотренных схем лево-правой модели приедом забыть не может. Значит, мы делаем вывод. В ассоциационных экспериментах наблюдать тяжелое нейтрино у нас нет никаких шансов. Обратимся к коллайдерным экспериментам. Берем пучок высокоэнергетических нейтрино, как он мог родить тяжелое нейтрино, и допускаем его на протонную мишель. за счет того, существует у нас переходной магнитный момент, у нас имеется вот такая диаграмма, это у нас патончик. Ну и начинаем считать это самое дефицитальное сечение растения, получаем вот такое выражение, все считается в аналитике, значит, и всегда начинаем подставлять найденное нам значение, а именно магнитный момент, 10-8 магнитона Бора, берем тяжелое нейтрино на слабой шкале, ну и дембир порядка 10 терра и турноволь, то мы получаем, что это сечение имеет солидный размер, 10-7 табаров, то есть у нас есть все шансы наблюдать этот процесс на полной этой геррии. Вот. Теперь мы посмотрим еще один процесс однократного рождения тяжелого нейтрино в эсклименте, когда сталкиваются протонные пучки. В приручном состоянии мы видим есть домокван, то есть все снова происходит за счет вот этого переходного мазочного момента. Подставляем значения 10-8 и при массе этого самого получаем правда обескураживающие малые выражения 10-2 фентабар. Ну если конечно ран будет в порядке 100 фентабар минус минус первой то какие события мы можем наблюдать. Мы можем подойти к этой проблеме детектирования внутреннего момента невидима и с другой стороны. Если магнитный момент нюнн отличен от нуля, то тяжелая нейтрина может распадаться по такому каналу. В пронарочном состоянии рождается тяжелый правосторонний вагон, а в конечном состоянии мы имеем заряженный электрон и две дробные струи. Опять-таки мы посчитаем я немножко сбился. Если магнитный магнит отличен от нуля, то преобладающий распад тяжелого нейтрина вот он такого сорка наблюдается. В конечном состоянии имеются два трес струи и заряженный электрон. Это было показано в работе Редактора Синяновича. Однако если магнитный момент отличен от нуля, то у нас может быть вот такой распад за счет магнитного момента. В конечном состоянии наблюдается гамма-хам и обычная нейтрина. Оказывается, что ширина этого распада при магнитном моменте нуля-нюлянка порядка 10-8 магнитного опора превышает по несколько порядков тот распад который считался доминирующим при отсутствии магнитного момента. Однако когда масса тяжелого нейтрина увеличивается, то магнитный момент начинает быстро падать. методом и при кустуриных распадах на каммокланс и нейтрино и на заряженный лептон из 2 струи они становятся равными друг другу и имеют порядок 10-6 гигабель лептона вольта. Значит, такая идея теперь. Мы собираемся рассмотреть наиболее перспективный процесс для рождения нейтрино тяжелого, и редуцировать эта тяжелая нейтрина по каналу распада на данный квант и на обычную нейтрина. Если мы такой распад зарегистрируем, значит мы подтвердим тот факт, что действительно магнитный нейтрина существует и имеет такое значение. Поскольку у нас есть на ВНХ2 кандидата на рождение тяжелого нейтрина, это когда в промежуточном состоянии рождается заряденный как вручный газон, и у нас имеется процесс однократного рождения тяжелого нейтрина, и процесс, когда в такличном состоянии рождается пара нейтрина. Это в промежуточном состоянии должно быть в угол. Должен быть нейтральный калибровочный бадон дополнительный. Оказывается, что этот процесс более перспективный, и мы привязываемся так, рождаясь в наших нейтринах этого процесса, и ищем, и смотрим, чему будут равняться сечения, когда эта нейтрина будет распадаться только нам в гамма-гамма. Вот. И получаем следующее. Вот. Ну, работаем, поскольку масса этого тяжелого нейтринова лежит на 300 ваше теле, значит, а ширина распада порядка, там, процент не от бига-гамма-гамма, то мы можем пользоваться нервовый вес апперсимейшем. Вот. И мы находим, что вот при существующих опролечениях гамма-гамма, такая ситуация, так взданы, в конечном состоянии за счет распада тезоного лютрина наблюдая зарядный лептон, глютрина и дамо-гамма. Ну, и это сечение имеет солидный размер, 3 фентабарта. Вот. Ну, а теперь, значит, несколько слов о том, что какие еще моменты нужно детектировать на LHC. Оказывается, что мю-эндэ детектировать нет никакой возможности. все процессы, связанные с ним, они окажутся случайно малыми. А теперь я перехожу к своим нашим выводам. Вообще, первым, в рамках, значит, улевоправой материи, в зависимости от параметров потенциала, мы имеем два сценария. Первый сценарий – дельта-базон на дельта в слабой шкале, только дельта-базон. Второй сценарий – только лишь аж-базон на дельта в слабой шкале, а сценарии, когда оба они находятся на дельта в слабой шкале, исключен. Исследования резонанса Михеева-Смирнова показывают, что в секторе тяжелых нитринок тоже возможны два сценария. Первый сценарий – это когда масса тяжелых нитринок квази-терапины, а углы смешивания между легкими нитринок – отличная пуля. Это очень интересный сценарий, кстати. А второй сценарий – когда массы тяжелых нитринок произвольны, а углы смешивания между три поколений равно нулю. Вот. Показано, что вклады от однократно заряженных спрессов на дельта в дипольные магнитные моменты нитрины достаточно велики. Вот. Значит, в зависимости от максимальной точностью, которую мы могли получить, это мюн-нн, порядка 10-50 магнитонов Бора, а вот этот еще, еще более магнитный момент. Вот. Также мы показали, что в коллайдных истерионках можно детектировать только Наиболее перспективные процессы вот такие. Сколько даны максимальное значение полного сечения рассеяния. Ну и так же думаю, что ненулевое значение этого магнитного момента можно детектировать в распадах тяжелых нитридов по таким каналам. Мы уже все знаем, что базон хипса, который открыт на LHC, он имеет параметры несколько отличающиеся от стандартной модели. Имеется одна очень популярная точка зрения, что это отклонение в этих распадах вызвано тем, что в петлях мы должны учитывать клады от однократно заряженных базонах хипса. И вот, значит, мы можем оттуда вытянуть, если это так, оттуда вытянуть ограничение на массы и другие параметры, заряженные фамилии этих самых хипсов и использовать их на своих наборах. Все, я хочу вас сказать. Спасибо. 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 Спасибо.